Всем привет! Сегодня будем смотреть на игровую гибридную мышку средних размеров Roket Savu. Коробочка слегка пострадала, но это не главное. Главное то, что внутри. Итак, давайте посмотрим на характеристики. Мышь имеет датчик Pro Optic R3, который может настраиваться на разрешении 400, 800, 1600 и 4000 DPI. Данная модель мышки имеет технологию EasyShift, как и в принципе другая мышь, которая была у нас на осмотре. Это была Roket Con Pure. Технология EasyShift позволяет устанавливать по две функции для каждой клавиши мыши и колеса прокрутки соответственно. Функция подсветки задней стороны мышки. Мышка может подсвечиваться 16 миллионами цветов, причем это происходит очень плавно и красиво. Как раз таки то, что вы увидите в дальнейшем. Но самым главным и весомым плюсом данной мыши является покрытие. На лицевой стороне находится Soft Touch, а по бокам находится новый пластик No Sweat. Soft Touch это мягкий и матовый пластик, который очень приятен на ощупь, в то время как покрытие No Sweat является шершавым, позволяя вашим пальцам не скользить ни на секунду. Пройдемте еще раз по основным особенностям данной мыши. Настраиваемый датчик Pro Optic R3 400-800-1600-4000 DPI. Клавиша EasyShift с функциями Easy Aim плюс Easy Wheel. Настраиваемая многоцветная подсветка, 16 миллионов цветов плюс эффекты подсветки. Устойчивые к действию пота боковые поверхности с покрытием No Sweat. Многофункциональный драйвер RockCat плюс макро-менеджер. Сверхточное колесико прокрутки. Эргономичный дизайн для правшей. Кабель с оплеткой около 2 метров. Привязка к нулевому углу. На борту мыши присутствует память в объеме 544 килобайта для хранения настройок и макросов. Конечно же пробежимся по настройкам драйвера RockCat Savo. Главное управление, где есть настройка чувствительности мыши. Скорость прокрутки мыши. Горизонтальная скорость наклона мышки. DPI-свитчер переключения DPI-400-800-1600-4000. Скорость курсора. Скорость двойного клика. Переходим на назначение клавиш. Назначение кнопок и колесика. Стандартные, то есть можно назначить каждой кнопке какую-то функцию. И также технологии Easy Shift, где мы можем назначить двойные функции для наших кнопок и колесиков. Также, конечно же, макро-менеджер. То, что вы уже видели в прошлом смотре. Переходим на следующую вкладку. Чувствительность для горизонтальных движений мышки. Здесь идет управление цветом. То есть можно включать разные эффекты и выбирать цвета. Можно также сделать, чтобы цвета менялись автоматически, где мы можем на них смотреть. Как раз таки, вот видите, да, вспыхивает и потухает. Дальше идет скорость считывания USB. 125 Гц, 250, 500 и 1000, конечно же. Здесь идет звуковой отклик, есть сброс драйвера, система достижений от ROGCAT и, конечно же, вкладка обновления и техподдержки. Ну и вот такая вот замечательная, в принципе, и мышь. Субтитры создавал DimaTorzok